так у меня все готово слава господу друзья слава богу всемогущему аллилуйя приветствую свою семью надеюсь мои уже тоже подключились уже или подключаются вот у меня такой хлеб взял я потер да сегодня пятница вечер да уже закончился день шестой наш день рождения день рождения наших пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра Весь мир был сотворен за шесть дней, и наших пращуров, наших прародителей Господь Всебогущий сотворил как раз вот в шестой день, когда уже все было готово, и кошечки, и собачки, весь животный мир, весь растительный мир, рыбы, все было готово. Вот, и, конечно, удивительно, наверное, и растения, и животные, и рыбы, все в восхищение сказали, вау, вот это да, вот это шедевр, я понимаю, да, вот это люди, это человек, это человек, Адам. Из Адама была создана уже жена его, Ева, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. И вот, дамы и господа, как написано в Библии, был вечер, и было утро, день, следующий, допустим, да, вот, в данном случае уже наступил, вот, вечер, солнце уже садится, уже почти село, в общем-то, да, село. Вот, и новый день наступил, так что с наступившим вас всех поздравляю субботним седьмым днем, Аллилуйя. Шаббат Шалом, как вот принято у нас так приветствовать, как раз именно в субботу, Шаббат Шалом, значит, субботний мир, Господний мир, Божий мир, в этот святой его седьмой день, субботний день. Ну, и мы празднуем субботу, ну, потому что, во-первых, Бог сказал, ну, даже если бы Бог и не сказал, я думаю, что у человека хватило бы мозгов сохранить память о том дне, который наши пращуры провели вместе с Богом в раю. Да, но, начиная с Адама, нашего праотца и нашей прабабушки, нашей праматери Евы, о субботе, конечно же, знали, помнили, отмечали, праздновали, конечно, уж, может, кто-то и не праздновал, конечно, кто-то, может, и там всякие ж люди были, но уж Адам и Ева за почти тысячу лет своего бытия уже земнагу вне рая обетованного земли этой святой, конечно, праздновали, конечно же, зажигали огни субботы, конечно же, Ева пекла, наверное, очень хороший вкусный хлеб, Адам вкушал его, и они наслаждались этим покоем, вспоминая вот тот потерянный рай, былой рай. У потомков Авраама, Исаака, Якова, да, сохранялось понимание субботнего дня всегда. Все столетия рабства наши пращуры, наши праотцы сохраняли память также о былом рае, сохраняли память о субботе, и даже наши эксплуататоры, даже надсмотрщики, даже египтяне, они прекрасно знали, что в субботу раб не раб, хотя презирали рабов, унижали, обижали, но суббота была неприкосновенна, и евреи чтили субботу все эти поколения рабства. А затем наступило 3331 год тому назад, наступил период исхода, период выхода, ну и без одного месяца. Да, 3331 год, без одного месяца еще. Наступило время освобождения нашего. Бог благословен, Он благословенное имя Его послал раба Своего, Моисея, пророка, освобождать, выводить из рабства потомков Иакова, и всех, кто уверовал, всех, кто согласился с тогдашним Божьим планом спасения, и всех представителей разных народов, всех язычников с разных народов, кто согласился с Божьим исходом, с Божьим планом спасения, Господь вывел рукою крепкую мышцу простертую. Слава Ему за все и хвала нашему небесному Отцу. Авинум алкейнум шеба шама им, Отец наш, который на небесах. Аллилуйя. Многие-многие поколения, столетия, тысячелетия проходили, память сохранялась о великом исходе, и в том числе в зажигании шабатних свечей, в праздновании субботы, шабата. И когда 3331 год тому назад суббота стала не просто де-факто, как было с адамовых времен, 5779 уже лет прошло с того времени, а стала не только де-факто, но и стала де-юре, заповедью Бога, данной человеческому роду. Благословен Господь, Бог всемогущий, давший нам шаббат, давший нам субботу. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, милостивый Царь, благоставляю великое имя Твое. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Благослови нас сейчас в этом праздновании, помоги войти сейчас в это Твое Божественное измерение, Боже всемогущий. Остави все дела свои, этих шесть дней, которые мы были в трудах, в бдениях. Боже, Ты благословил. И Господь, больше или меньше, но мы потрудились, Господь, в эти дни. Я благодарю Тебя за прошедшую неделю. Благодарю Тебя, Господь, и за воскресение, Господь, когда я был на служении у нас в церкви. Понедельник, когда начал преподавать там, в Киевской, Славянской, Ивановичской семинарии. Вторник, среда, четверг, пятница, Боже. Все дни были насыщены. Спасибо Тебе, Господь. Сегодняшний день был насыщен такими хлопотами, приборками. Я сварил вот этот борщ этот, шаббатный сегодня. Сегодня здесь прибирался, воспевал Тебя, Господь. Боже, благодарю Тебя, Боже Всемогущий. Эти приготовления, Боже, лишь увертюра, лишь начало. А сейчас я благоставляю имя Твое в начале субботнего дня. И благодарю Тебя. Поднимаю Тебя душ и восхваляю имя Твое. Аллилуйя. Для меня, братья и сестры, начало шаббата, как для евангельско-мыслящего человека, это благословить Бога, это причаститься к телу и крови Его святых. Поэтому я поднимаю это не просто, как мы говорим, кедуш, а провозношаю победу моего Спасителя, Господа моего, тело и кровь моего Господа. Аллилуйя. Хлеб. Аромат хлеба, запах хлеба. Это самый прекрасный запах. Много красивых, вкусных, удивительных запахов на этой планете. Но самый-самый-самый запах. Многие люди согласятся со мной, думаю. Вот. Как для меня, самый мой любимый запах, запах хлеба. Это песня. Песня жизни. Песня любви. И плод виноградного лозы, символ обеспечения, символ Божьего процветания, благословения, о чем вчера мы с Кифой здесь рассуждали, вот здесь вот как раз, здесь на кухне, молились, общались. И Володя был божок, и вот мы втроем здесь, три брата общались, молились. И благодарю Бога Всемогущего. Как раз поднимали вопрос о Божьем процветании. Да, вот, символ Божьего процветания. И душ чаша. Чашу Господню приму, имя Господне призову. Чашу принимаю сейчас Господню, имя Господне призываю. Благодарю тебя, Господь, за начало субботнего дня. Благодарю тебя, Господь, за твою победу. Благодарю, Господь. Ты в шесть дней создал весь этот мир. Седьмой день почил, отдыхал. Боже, с нашими пращурами, Адамом и Евой. Боже, и ты повелел праздновать шаббат воспоминания твоего творения. Того воспоминания и провозглашения, того факта, что ты создатель всех миров, ты Господь Бог наш, ты создатель и рода человеческого и всего сущего. Боже, и ты также повелел праздновать нам шаббат, субботу, день твой, потому что ты Бог, выводящий нас свободу. Ты Бог, рушащий оковы врага, посрамляющий царство тьмы и выводящий нас свободу у детей своих. Спасибо тебе, Господь. Потому что тогда, 3331 год тому назад, ты начинал свой исход, ты начинал великое чудо из рабства на свободу, выводя множество душ. Тогда был Моисей, а ныне Христос, ныне Иисус Христос, Иешуа, Гамашиах, Машихейну, Аллилуйя, благословенный Господь, Бог, Всесильный, Всемогущий, слава тебе за все. Аминь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Спасибо, Господь, за хлеб наш насущный. Ты есть наш хлеб насущный, Бог наш. Я благодарю Тебя, что 2000 лет назад Сын Твой, Христос Машиах, поднял хлеб, взял хлеб в свои руки, преломил, дал ученикам и сказал, ешьте все, это Мое тело, ломимое, во оставление грехов. То были тоже дни воспоминаний исхода, то были тоже дни, Господь, когда удивительное Слово Твое мы вспоминали о нашем выходе и вспоминали те чудеса и знамения, что Ты совершил тогда. Господь, и сегодня благодарим Тебя и благоставляем имя Твое. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Аминь, аминь, аминь. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Бог чудесный, Бог всесильный. Хвала Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Шаббат шалом. Господь, Бог святой. Бог Авраама, Исаака Израиля. Бог патриархов, пророков. Отец наш, сущий на небесах. Творец неба и земли. И поздравляю Тебя с этим днем Твоим. Поздравляю. Поздравляю. Для Тебя, Отец, Бог мой, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. И я желаю Тебе много-много радости при виде детей своих, ходящих в истине. Я желаю Тебе много-много радости. Ты действительно Бог радости, Бог веселья, Бог ликования. И слава Тебе. И пусть дети Твои ходят в истине и прославляют Тебя. Шаббат шалом, друзья мои. Мир субботний. Поздравляю субботним днем свою семью. Поздравляю Инну Сергеевну, супругу свою драгоценную. Детишек наших. Анастасию. И ее семью. Зятя нашего Михаила. Благодарен Богу Всемогущему за нашего внука. И за вот внучку, которая должна родиться на днях. За Николая, нашего старшего сына. За Серафима. Татьяну. Сережу. Инну. Благодарю Бога Всемогущего за благодать. За наш дом. И хотя мы сейчас в разных странах. Я здесь в Украине, а не в России. Но благодарю Бога за интернет. За эту возможность. Вот так вот вместе славить Бога Всемогущего. Вместе встречать Шаббат. И в духе, и в истине. И с помощью вот видео, такого аудио. Быть на связи. Спасибо, Господи. Мы живем в очень хорошее время. Спасибо, Господь. Благословен Ты Бог наш. Царь Вселенной. Шаббат шалом, дорогие друзья. Всех друзей церковной реформации поздравляю. Субботним днем. Шаббат шалом, Израиль. Шаббат шалом, Иерусалим. Иерусалим, город великого царя. Шаббат шалом. Благословляю всех вас во имя Господне. Споем. Шаббат шалом, Шаббат шалом. Шаббат, 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 Шалом. Субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 Шалом. Шаббат, 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 Шалом. Субботний мир, Божий мир Шаббат шалом, шаббат шалом Шаббат шаббат, шаббат шалом Субботний мир, Господний мир Шаббат шаббат, шаббат шалом От Авину Хай, наш отец, Ава, Авину Хай, жив наш Бог, наш отец. От Авину Хай, от Авину, отец наш, Авину Малкейну Хай, отец наш небесный, он живой Бог. От Авину Хай, от Авину Хай, от Авину, от Авину, от Авину Хай, Ам Израиль, Ам Израиль Хай, и народ Израиля жив, мы потому живы, потому что наш отец живой, наш Бог живой, и потому мы, Израиль, живой народ, Аллилуйя. Аллилуйя! Израиль, хай, хай! Эй, Венуша, Ом, Алейхем! Эй, Венуша, Ом, Алейхем! Эй, Венуша, Ом, Алейхем! Я всем вам желаю мира, Божьего мира во Христе! Шалом, шалом, Иерушалаим! Господний Божий мир тебе, Иерусалим! Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, шалом, Иерусалим! Шалом, 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 шалу-шалом, Иерушалаим. Аллилуйя. Шаббат, шалом, субботний мир, Господний мир. Шаббат, 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 шалом. Благословен Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Благодарю Тебя за этот прекрасный вечер, начало субботнего дня. Благодарю за Твое отцовское любящее благословение к народу Твоему. Спасибо, Господи, спасибо за все. Драгоценный наш спасибо. Спасибо за мир Твой, сверхъестественный мир, который льется, как река, в которой мы вошли, Господь. Входим, вошли, пребываем, пропитываясь Твоей любовью, святой. Спасибо, Господи, спасибо. Благослови народ свой миром. Благослови сегодня всех нас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. 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 Благословляю всех вас, братья, сестры. Слава Богу. Молю Бога, чтобы каждый из нас сегодня, Он действительно вошел в этот мир, в эту реку Божьего мира. И не по щиколотку, не по колено, не по пояс, а полностью погрузившись, пропитывался божественной любовью. Господь, да благослови сегодня всех вас, дорогие друзья. Входим в этот божественный мир. Завтра утром на утренней молитве поделюсь словом и совершим преломление хлеба, хлеба преломления, причастия, эвхаристию. Вот, и завтра вечером, это утром, а вечером сделаем такое тоже в шесть вечера завершение субботнего дня. Вот, начало воскресного уже, первого дня недели тогда уже, и по порядку дальше. В воскресенье утром утренние молитвы и служения сразу же поеду. А наступивший день субботний, седьмой день, день покоя. По возможности мы все и вся выключаем, удаляем, убираем, чтобы ничто не отвлекало нас от возлюбленного нашего, и чтобы входить в него, погружаться в него больше и больше. Пусть эта суббота, этот шаббат, будет тем днем, когда мы еще больше и еще больше будем погружены в божественную, святую любовь Отца нашего Небесного, пропитываясь им, Его естеством. Мы пропитываемся им, Он пропитывается нами. Во Христе мы, Он в нас. Я и Отец одно, так сказал Машиах. И Иисус Христос, Он это провозгласил. И пусть действительно жизнь верующего будет каждому из нас этими словами выражена. Я и Отец одно. Аминь. Спасибо, возлюбленный. Спасибо, сладчайший. Спасибо, Господь, Бог всемогущий. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Мой возлюбленный прекрасен Иисус Ишуа. Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Вот Он идет, Господь грядет Наш возлюбленный грядет Вот Он идет, Бог наш грядет Наш возлюбленный грядет Гряди, Господи Иисусе, возвращайся. И каждый шаббат, друзья, я сказал в самом начале Имеет несколько очень важных таких Действительно Тем Первая тема Если брать Библию вообще как таковую, Слово Божье Это создание мира Вторая тема Это искупление Это выход из рабства Исход А третья тема Это ожидание нашего Господа Нашего возлюбленного Который грядет И Библия завершается такими словами Что Дух и Невеста будут провозглашать одно и то же Гряди, Господи Иисусе Возвращайся Наш любимый Наш единственный Ненаглядный Спасибо Ты самый, самый, самый прекрасный Самый умный Самый добрый Господь Спаситель наш Иисус Христос Иешуа Машиах Благослови народ свой миром Благословляю вас Братья и сестрички Дочечки и сыночки Любимого нашего папочки Авы Благословляю вас Отцовским небесным благословением Бог да благословит В этих словах прекрасных Каждую душу Каждую Каждую семью Каждый дом Во имя Господа Иисуса Христа Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призвит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Мир Господний Завтра утром увидимся снова В прямом эфире В 6 утра по киевскому времени Шаббат шалум Шаббат шалум Шаббат 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 шалум Музыка.